Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще мальчишкой Федор мечтал быть похожим на уроженца здешних мест, путешественника Георгия Седова и обязательно дойти до Северного полюса, на пути к которому и погиб великий исследователь. Здесь часть родины Федора, где прошло его детство и первое одиночное плаванье на весельной шлюпке через Азовское море, за которое отец хотел надрать ему уши. Здесь и теперь живет его отец. Здесь Федор Конюхов стал священником, отцом Федором. В роду Конюховых уже были священники, пять новомучеников. Поэтому решение послужить церкви пришло не случайно. Это не оказалось новостью и для жены Федора. Теперь уже матушки Ирины Конюховой. Сколько помню, я знаю, что всегда это было его заветной мечтой. И, собственно, я всегда жила рядом с этим же. И как-то лет десять назад брали у меня интервью. Я считаю, да, я сейчас вспомнила, что-то сказала. Кем он будет у вас, я сказала, священникам. Просто пошло, потому что было такое внутреннее потребность. И потом человек не может жить без цели. Когда какое-то время путешествует, набирается вот того состояния, общается с Богом и там, он в конце концов все равно вынужден причалить к берегу. И что остается, да, путь священника. Аксиос достоин. Аксиос, Аксиос, Аксиос. С детства я всегда был верующий. Ну, то, что мои родители, 16-го года, понятно, что бабушка, дедушка, они были верующие. Думаю, всегда были иконки. У нас как-то всегда были, даже при советской классе их никто не снимал. Ну, и все, и все это висели, и все это висели. Конечно, такие простые иконки бумажные там, или... Я, может быть, в детстве кто-то не понимает, может, в возрасте. Это как даже к любому. К одному приходишь в 16 лет, другому в 30, четвертому в 40, в 70, а пятому вообще никогда не пришло. И он кричит, что нет любви. Она же есть. Но тебе не пришло. То есть сама вера, она же есть. Но тебе не пришла. И, может быть, и ряд другим не пришла. Но кому-то же приходит. Значит, ты не можешь это отрицать. Вот мне так всегда... Мне это было всегда легко. Вера, она должна быть верой, а не просто увлечением. Конечно, вера всегда помогает тоже в океане, когда ты держишься, как сказать, утопающих хватается за соломинку. Когда ты один в океане, мне больше тысячи дней, больше тысячи дней и ночей одиночества. Конечно, там уже веру ты свою измерил так, да, своей глубине. Я не говорю, да, глубине веры вселенского масштаба, а своей внутренней, проводила как вот тех же миль в океане. Только в океане, в открытом океане. Больше 380 тысяч километров. Это, значит, как расстояние от нашей Земли до Луны. И там, конечно, вера укрепляется. Но почему я пришел сейчас в Луну Церкви, хочу поработать и послужить именно для Церкви, для нашей православной веры, и для Господа, как я уже повторял и говорил, что, как Моисей, 40 лет работал на славу людей, на славу, на свою славу, на славу страны нашей, на науку, на спорт, и ряд-ряд на спонсорах, на рекламу. Надо измерить же время. Хочется, чтобы еще поработать не только духовно, но еще и физически для нашей православной страны, что-то создать, что-то построить. По благословению Его блаженства, блаженнейшего Владимира, митрополита Киевской Устье Украины, мы привезли в честицу святых мочей святителя Николая Чудотворца. Его блаженство передавал всем благословение жителям города Запорожья и Запорожской епархии. Он духовно вместе с нами сорадуется этому торжеству. Отец Федор поддержал эту идею, и сам лично, мы знаем, что он великий путешественник, который прославил Господь вот здесь. Ну, отцу Федору уже можно говорить, в таком возрасте человек не возгордится, поэтому, ну, если что, мы рядышком. Отец Федор разделил эту духовную радость, поддержал ее, и мощи прибыли накануне дня празднования святого. И молитвами святителя Чудотворца Николая да сохранит, спасет, выразумит, наставит, защитит и поможет вам Господь во всех ваших делах. С праздником, родные мои, поздравляю вас! Спасибо, Господи! Жители от Маная благодарны отцу Федору не только за колодец с чистой водой. Теперь, благодаря ему, в деревне есть часовня, которой так не хватало. И что особо дорого, построена она не наемными рабочими, а своими руками. Справедливости ради надо сказать, что это уже шестая часовня на счету Федора Конюхова. Мы здесь построили часовню в честь Николая Чудотворца, покровителя моряков, путешественников и также рыбаков. Здесь рыбаки, многие погибли, много умерли. Здесь очень восприняли это хорошо. Как построили, часовники тут начали креститься и по 70 лет, крестные моложе, чем крестники, по 70, по 60 лет, а крестники по 40. Значит, крыша наша, отец Александр, называется так, баллистическое зубило, это ракета прямо православная. Так вот это здесь такие мощные камни. Вот их разбили при коммунистах, так вот эти жернова. А я их все тачкой привел. И теперь они тут будут века. Вот уж поистине пришло время собирать камни. Напишем наверху. Сей дом благодатный, упование Божие, прибежище при христианам и при пути, якоснами Бог. Вот эти буквы прямо будут сильнее, чем перчатка Кличков. А седьмого февраля он звонит с океана, говорит, еле выгребайся, 27 метров волна, пожалуйста, поиди проведай родителей. И молись за меня постоянно в эту часовню, что мы делали. И в 6 часов вечера я с супругой каждый день после седьмого февраля до приезда мы ходили. Потом он проезжает, говорит, я чувствовал, как ты молился. А у меня внутри все болело, разрывало. Значит, наверное, если не подготовленная душа, а за того, кто в тяжелом месте, то очень трудно молиться. В силе веры православный Федор не сомневался никогда. Вера всегда поддерживала его на плаву, в буквальном и переносном смысле, в любой точке земного шара. Только как художнику часто не хватало православных пейзажей. Я скучаю, особенно за колокольным звоном в церкви, я скучаю о запахе ладана, я скучаю о куполах, почему я всегда говорю, где пускай мои там стоят в Англии, все красиво едешь, красивая страна, чисто, аккуратно, все. А вот еду сюда, думаю, что-то не хватает, какое-то скучно, что-то не хватает. Вот знаете, как вот что-то такое взял бы и штрих, и думаю, а, не хватает этих куполов наших, золотых куполов, ну, позолоченных там, не хватает наших православных крестов. У нас даже если есть по России или по Украине, там и в наших православных странах, пускай даже купол покосившийся, пускай купол уже старенький, там, крест-то, по ржаве он стоит и он греет душу. Хочется, почему, строить, даже ради того, чтобы только были, думаю, да, люди будут приходить, а они намолят. А твоя задача поставить золотой купол, и на один купол больше, на один крест будет больше. Мы хотим поставить храм в виде маяка. Святейший Патриарх Кирилл утвердил этот проект. Власти Запорожья поддержали. Владыка Запорожский Мелитопольский Иосиф поддержал. Советы одобрил, мэр, хорошо отнесся все депутаты, жители. Еще одна и, может быть, главная мечта Федора Конюхова ждет своего часа. Уже не один год идет серьезное обсуждение проекта строительства церкви святого праведного Федора Ушакова, которая должна явиться по замыслу Конюхова в виде корабля храма путешественников. Это все проекты одобрены святейшим нашим патриархом. Есть письма этого Федора Ушакова адмиралу святому праведному колокольню в виде маяка. Храм, здесь ворота где будет ринда висеть в 4 тонны. А здесь даже чертежи, чертежи, а вот здесь как раз хорошо сверху. Сверху видите, как выглядит в виде рыбы. А рыба это христианский древний знак, знак Иисуса Христа. Вот сейчас мы над этим это в Запорожье, это в Атманайе, а это в Кирилловке. И все три храма Федора Ушакову, адмиралу нашему. Те, кто, возможно, скептически оценивают планы отца Федора относительно строительства храма, просто не знакомы с его устремленностью и твердостью духа. И уж тем более не учитывают, что храм будет возведен в честь святого адмирала нашего Федора Ушакова. Вот и здесь атманайские рыбаки-скептики решили, что рыбы больше нет. Но отец Федор с ними не согласен. А сын Николай, как и подобает внуку настоящего рыбака, не заставил долго ждать и предъявил миру весомое подтверждение. Я всегда говорил, что Господь Бог так создал нашу планету, Землю. Я был на всех континентах, но было больше, я, конечно, не считаю, но там мои дети, считаю, там больше, чем 120 странах и был на всех высочайших вершинах в мире, значит, где самый высокий город, там я был на всех вершинах. И я всегда могу сказать, а оно так и есть, что Господь Бог создал всю нашу планету красивую, нету нигде места, чтобы было некрасиво. Она может быть только тогда некрасивая, когда человек вмешался, там, сделал карьеры, там, или политическая система, или экономическая система, или технологии, сейчас извратили этот лик Божий нашу землю. Пока строительство храмов идет своим чередом, отец Федор не сидит на печи. Экология в природе и экология в душе понятия родственные. «Мир, в котором живем мы и наши дети, должен быть чистым и точка», сказал Федор и возглавил деревенскую ребятню в борьбе за чистоту побережья Азовского залива. Конечно, стирая мусор с лица земли, восстанавливать экологический баланс между окружающей средой и гомо-сапиенсом задача масштабная. Но Федор как мудрый стратег полагается на будущее поколение. Чтобы пластиковая бутылка посреди океана стала для нас штормовым предупреждением, надо всегда быть рядом с детьми. Дети должны ходить в церкву, дети должны ходить в школу с уклоном православия, но воспитываются все-таки они должны быть в семьях. Никто не даст больше ласку или никто больше не сможет наказать или пожалеть как родители. Священник рассказывает ему о святых и это очень хорошо, но когда еще бабушка или дедушка или мама почитает на сон грядущий о святом сказку, которая связана с православием или с традициями, это, я думаю, двойнее и перекроете любое, что есть. А мать это любовь, мать это смирение, мать это кротость и понимать, что именно то, как живет мать, так и живет окружающие ее дети. Я начинаю рассказывать и спрашиваю детей, кем вы хотите стать, а они же там ходят в 10-й, 9-й класс, а сами они говорят, а мы не знаем, а мы закончим, потом будем выбирать. Нет, человек должен уже с детства знать, кем он хочет и свое тело, свои знания к этому подтягивать. Я думаю, представьте, если бы я не хотел быть путешественником, идти к серому, то я бы в школу не учился. Я в школу ходил, мне математика не нравилась, я не любил ее, но я знал, что если я не буду знать математики, я не смогу рассчитать координаты и не найду Северный полюс, потому что Северный полюс это математическая точка. Я когда смотрю детские спортивные там кружки, детские спортивные школы, это очень хорошо, но там дают только все по спорту. Вот пришли, да, они мяч гоняют, это хорошо, там мысцы качают, там тренажерный зал, это тоже хорошо, но почему нельзя, чтобы и рядом это было еще духовно. Господь Бог создал человека, человека и физически, духовно. Душа не может быть сама по себе, она находится в физическом теле. Твоё самое тело не может быть без души. Значит, надо лелеять и беречь и то, и то. Почему я выбрал сейчас вот этот путь свой, и, можно сказать, мне многие сейчас звонят, многие мне приходили, многие присылают письма, открытки, говорить, как так можно в таком возрасте так резко изменить свои профессии, своему образу жизни. А я еще раз повторяю, что я же живу в этом мире. Есть примеры, как сказано в Псалме, человеку дано прожить в этом мире 70 лет, ну, я говорю своими словами, да, чтобы понятно было. Я понимаю, что надо еще время, еще раз повторяю, и физически, и духовно, крепкие, чтобы послужить для подвига Бога, Бога нашему, Господу Богу, нашему Иисусу Христу. Аксиос достоин! Аксиос, 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 Аксиос! Ирина в переводе с греческого «мир». Мир как согласие, как душевное равновесие, а Федор переводится как «божий дар». Наверное, поэтому и встали рядом два имени в одной семье, в обители дара Божьего. И если церковь это корабль, а мир – житейское море со своими штормами и страстями, то, наверное, очень важно, что путешественник и мореплаватель пришел служить на церковном корабле. Кому, как ни отцу Федору, известен путь через штормовые волнения в мирную тихую гавань. Аксиос достоин! Аксиос, Аксиос, Аксиос! Аксиос, Аксиос! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!